Мне важно ваше мнение, то есть я еще раз хочу сказать, у меня есть рубрика «Самая лучшая», и иногда самая лучшая программа для чего-то набирает меньше просмотров, чем сборник «Самые лучшие программы». Поэтому, чтобы добро не пропадало, я буду периодически сюда интегрировать такие выпуски. Мне нужно ваше мнение, нравится вам это или нет. Привет всем, мои дорогие друзья! Сегодня с вами снова я, Владимир. Очень сильно надеюсь, что вы смотрите этот выпуск где-нибудь в тепле, за чашечкой теплого горячего чая или же кофе. А у меня канун Нового года, и я, блин, простыл. Поэтому не обращайте внимания на голос, и, возможно, небольшое сопение в микрофон. Я держусь максимально бодро, но работа не требует отлагательств, и у нас сегодня подборка очередных трех лучших приложений за минувшую неделю на операционку Android. Итак, давайте приступим. Первая программа называется «Hold Screen On». То, что здесь написано «демо», не обращайте на это внимания. То, что «демо» — это подразумевается, что не все функции данной программы не разблокированы, но рядовому пользователю они не нужны. То есть дополнительные настройки, они больше пригодятся людям, которые работают в корпоративном сегменте. И давайте поясню. Для начала мы с вами пройдем в настройки нашего телефона и раздел «Экран». Давайте выставим, получается, спящий режим в 15 секунд. И обратите внимание, что у меня максимальный порог — это 30 минут. На некоторых аппаратах есть еще такой раздел, как «Никогда». То есть пока у вас есть заряд аккумулятора, у вас будет гореть экран до последнего. Итак, запускаем программу. Заходим на рабочий стол, и мы выставили с вами ползунок на 15 секунд. Ну и, в принципе, поехали. Раз, два, три, четыре, пять. Не беспокойтесь, я промотаю. Шестнадцать. И смотрите, экран до сих пор работает. Но стоит мне только вот отвернуться, или, допустим, на мгновение увести взгляд куда-то, экран погаснет. Это здорово. На самом деле, экран погаснет, потому что уже промежуток в 15 секунд был отключен. И давайте подстрахуюсь. Я сейчас нажму программу «On Screen On», чтобы экран не выключался. Я посмотрю, идет ли запись микрофона идет. Значит, что делает данная программа? Давайте посмотрим на, получается, панель уведомлений. Сервис работает, лицо обнаружено. Данная программа с помощью фронтальной камеры, как, допустим, на аппаратах линейки Samsung Galaxy, я давно хотел эту функцию, следит, что пользователь находится перед телефоном, и в какой-нибудь неудобный момент, допустим, если у вас стоит коротенький промежуток в 15 секунд, а вы читаете какую-либо статью, либо вам пришло сообщение, экран не выключится. Это очень удобно. Вариант номер два. Я никого не хочу обидеть, но я предполагаю, что людям с ограниченными возможностями данная программа тоже может помочь. Ну, вот мне это видится именно так. Второй момент. Давайте посмотрим предпросмотр. Я в хламину просто убитый, я себя скрою, но я вам хочу сказать, каким образом работает машинное зрение. Здесь это очень хорошо продемонстрировано. Данная программа определяет следующие параметры. Переносица, получается рамка лица, два глаза и рот. И прикол в том, что если вдруг по какой-то причине ротовая полость закрыта, у вас сжаты губы, либо нет одного глаза, но вот я еще раз говорю, она может пригодиться в принципе пользователю с любым сценарием, она все равно будет работать. То есть, ей достаточно всего двух параметров. То есть, переносится, к примеру, лицо, либо глаз, рот. То есть, ну, в любом случае, это все можно настроить в режиме продвинутого пользователя, в платной версии программы. Но, согласитесь, для повседневного юзания рядовому человеку этого хватит с головой. Не знаю, есть ли здесь реклама или нет. У меня программа Edgard. Если вам интересно, как полностью отключить рекламу во всех Android-приложениях, включая сервисы вроде YouTube, то в описании под этим видеороликом есть ссылочка. Вторая программа называется QR-волот. Давайте запустим. Чем мне нравится эта программа и почему она лучшая в своем роде? Казалось бы, QR-кошельков в Google Play полным-полно. Но из всех этих программ это единственное поддерживает наши русские QR-коды. То есть, если вы возьмете программу с очень высоким рейтингом, который поддерживает такие магазины, как... Ну, сложно мне, в принципе, сказать, потому что это американские бренды. Но все дело в том, что когда вы попытаетесь в эту программу вбить QR-код, допустим, предоставленный Rambler, Affishy или другим магазинам, вам будет выдаваться следующее сообщение, что данный QR-код не входит в единую систему стандарта QR-кодов, принятых там Apple и какими-то другими американскими, европейскими конгломератами. Эта программа использует значительно более простую систему. Ей без разницы, что это за QR-код. Вы просто делаете снимок QR-кода, который вам пришел по электронной почте. Вот, допустим, билеты на скутер мы также сканировали. Вбиваете его сюда. Ну, давайте покажем, как это делается. Просто включаете камеру, наводите на QR-код. То, что картинка так искажается, это связано с программой записи, не пугайтесь. Это злюка из, получается, головоломки. Мой любимый персонаж. После чего у вас QR-код сохраняется здесь, в разделе дашборд. И если ему автоматически не присвоилось имя, но бывает, что QR-код просто без нейминга, вы можете назвать его вручную. То есть, либо переименовать. Просто тапаете, жмете редактировать QR-код и изменяете его. То есть, как бы, никаких проблем. И мне, чем она нравится, еще раз говорю, она единственная, которая поддерживает наши русские QR-коды. Может быть, есть еще какая-то более дремучая, но это я нашел прямо в дебрях-дебрях Google Play. Второй момент – возможность создавать свой, собственно, QR-код, шифруя какой-либо текст, ссылочку, SMS-сообщение, либо номер телефона, электронную почту и карты, допустим, V-карт – это карты персонализированные, то есть карты компании. И есть такой момент, эта тема, кстати, очень классная. У меня дома есть специально QR-код и NFC-чип, когда гости приходят, я им не говорю свою пароль, и я им не вбиваю, получается, пароль от Wi-Fi. Они просто либо наводят камеру, если у них аппарат от компании Xiaomi, либо прикладывают телефон и автоматически получают данные от моей Wi-Fi-точки. То есть, если хотите, я могу подобную тему разобрать. И последняя программа сегодня – Urban Denizer. Я про эту программу когда-то рассказывал в рамках «Лучшая». То есть, либо «Лучший плеер», либо «Лучший видеоплеер», «Лучшая галерея». Так вот, те ролики набирают очень мало просмотров, а я не вижу смысла пропадать хорошему контенту, поэтому решил периодически их интегрировать в нашу трехразовую подборку. Итак, что делает данный плеер? Давайте мы подключим наушники, и я вам сейчас продемонстрирую принцип его работы. Запустим какой-нибудь трек, ну, пускай это будет Nickelback 99, 99-го года альбом. Я промотаю, и вот смотрите, очень часто вы наверняка сталкивались с тем, что когда вы в наушниках, к вам кто-то обращается, вы человека не слышите. Это вариант номер два, либо вариант следующий – кто-то просто очень сильно шумит, скажем так, за кадром на фоне, и вы понимаете, что шум извне перекрикивает то, что у вас в наушниках. Давайте сделаем следующее – Denizer. И вот смотрите, сейчас режим подавления шума. Я поднесу телефон погромче, поближе к себе, и получается, видим, что кривая поднимается. Сейчас сделаем элемент тишины. Кривая устаканивается. То есть это связано с тем, что сейчас программа пытается перебить мой голос. И если вы в наушниках, представьте себе, действительно, вы ничего не слышите извне. Полностью весь шум изолируется, и я пользуюсь данной программой, когда летаю на вертолете. Мне очень часто приходится это делать из-за командировок. И, соответственно, я не слышу шум лопасти винтов вертолета. Это очень круто. И режим Natural. Режим Natural. Сейчас мы Denizer отключим. Если вдруг у вас была какая-то травма, либо вы действительно понимаете, что у вас одно ухо слышит хуже другого, вы можете пройти здесь специальный тест, который откалибрует подачу звука в соответствии с вашим восприятием шумов вашей ушной раковины. Noise Around – это тоже очень полезный режим. Если идете по улице, слушаете музыку, боитесь, что вас там машина собьет, либо кто-то будет сигналить, все громкие звуки окружающего мира, они будут автоматически записаны вашим микрофоном и интегрированы в звуковую дорожку того, что вы сейчас слушаете. Это очень здорово. Ну и пользуясь случаем, меня спрашивали, как слушать музыку, которая установлена на карту памяти. То есть программа автоматически сканирует песни, альбомы, которые находятся во внутренней памяти. Вот мы сейчас заходим в папки, и здесь все, допустим, папочки, которые находятся во внутренней памяти. Но при всем при этом, вот Nickelback, к примеру, что здесь еще? Какие у меня есть артисты? Энн Мюррей. Это все флаг, это все очень много весит, и все это находится на карте памяти. То есть как я сейчас это все слушаю? Очень просто. Системным музыкальным проигрывателем или сторонним проигрывателем каким-нибудь, ну может быть это будет Player Music Pro, вы создаете плейлист. Сейчас я вам покажу. Запускаем Player Pro. Да? Не просто рассказываю, но я дополняю прошлый видеоролик. И вот давайте мы зайдем в раздел плейлисты. Шесть плейлистов. Эти плейлисты я составлял сам. Потом их можно удалить. В принципе без разницы. Программа Urban Denizer уже их схватит при следующем сканировании медиатеки и соответственно сохранит у себя. И уже оттуда надо будет их удалять. И вот, к примеру, Stranger Things трогает за душу. Все эти плейлисты я создавал в этой программе. То есть вы просто создаете новый плейлист, называете его как-нибудь, добавляете нужные вам песни, после чего сохраняете, запускаете Urban Denizer, он сканирует медиатеку, и добавляет плейлист уже к себе. И вот как раз таки, если в плейлисте трек находится на карте памяти, он без каких-либо проблем его слушает. Ну вот таким вот образом я собрал четыре альбома «Странные дела» в один и могу слушать их через Urban Denizer. Кстати, выпускаем саундтрек в формате «Флаг». Блин, если вам понравились Stranger Things и вообще музыка, которая там, у вас мурашки будут вот с Urban Denizer, с классными, допустим, наушниками Sony, у вас волосы дыбом встанут просто на теле и это очень мощно. Вот такая вот подборочка. С вами был Владимир. Подписывайтесь на канал, комментируйте. Мне важно ваше мнение. То есть я еще раз хочу сказать, у меня есть рубрика «Самая лучшая». И иногда самая лучшая программа для чего-то набирает меньше просмотров, чем сборник «Самые лучшие программы». Поэтому, чтобы добро не пропадало, я буду периодически сюда интегрировать такие выпуски. Мне нужно ваше мнение. Нравится вам это или нет? Оставьте его, пожалуйста, в комментариях. Пока и до скорых встреч. С вами был Владимир. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok